Сейчас перейдем к вопросу третьему. Как измерять уровень цен в экономике? Давайте вспомним микроэкономику. В микроэкономике все довольно просто. Мы измеряем цену конкретного товара в рублях, в долларах, в евро или еще в каких-то единицах. За конкретную единицу, за штуку, за литр, за метр. Макроэкономики так сделать нельзя, потому что одновременно мы рассматриваем совокупность разных товаров и услуг. И шилла, и мыла, и атомную бомбу, и услуги ресторанов, туристических агентств и так далее. Поэтому уровень цен обозначается той же буквой P от английского слова цена. Но называется именно не цена, а уровень или индекс цен. Причем используются два варианта. Или в процентах, или в коэффициентах. Но что значит в процентах? В процентах к чему? Договариваются, что какой-то период времени принимается за базовый. И в этом базовом периоде как бы все цены принимаются или за единицу, тогда уровень цен или индекс определяется в коэффициентах, или за 100%, тогда естественно в процентах. Вот к этому базовому периоду все и привязывается. Базовый период может быть или год, или месяц. Можно выбрать какой-то другой период времени. Вот в этом особенность. А теперь как все-таки посчитать? Видов, индексов много. И мы их можем классифицировать по-разному. Но вот с точки зрения так называемой корзины товаров, выделяют как бы три направления. Индексы потребительских цен. Дело все в том, что когда мы считаем, как изменяются цены на те или иные товары, мы должны как бы отслеживать, что происходит с этими ценами, ну, например, помесячно. Но дело все в том, что товаров очень много. Сотни, тысячи, десятки тысяч товаров. И поэтому реально оценить, что происходит, чисто технически, довольно сложно. Конечно, вы можете сказать, в условиях компьютерной обработки это не так все и сложно. Но собрать исходную информацию сложно. Поэтому принимается решение, что для того, чтобы примерно оценить, что происходит с ценами, ну, соответственно, с инфляцией, определяется выборка некая товара. Она называется корзина товаров. Так вот, в зависимости от того, какие товары мы в эту корзину включаем, и определяют индексы. Например, индексы потребительских цен. Они могут быть разными. Или какой-то сводный индекс потребительских цен. Естественно, в эту корзину включают хлеб, колбасу, одежду. То есть, товары потребительской направленности. Если же мы в корзину включаем товары такой промышленной, промежуточной направленности, оборудование, тот же уголь, там, руду, станки, которые мы рассматривали в предыдущем вопросе, то индексы такого типа называются индексы цен производства. Они тоже могут быть разные. Индекс цен промышленного производства, сельскохозяйственного производства. По-разному. Конечно, мы на практических занятиях, или, скорее всего, на лабораторных работах, посмотрим на эти виды товаров и виды индексов, ориентируясь на статистический комитет, который все это анализирует, собирает и предлагает публике для принятия решений. И третья группа индексов относится к индексам дефлятора. Ну, или есть индекс дефлятор как бы единый, при расчете которого в корзину включают и потребительские товары, и товары промежуточного характера. Теперь, сколько товаров включают в корзину? Ну, желательно, конечно, включать побольше, но слишком много товаров включать тоже не имеет смысла, потому что сложно это все анализировать, сложно собирать информацию. Поэтому есть некие договоренности, в том числе международные договоренности, какие товары или товары какого типа включать необходимо в корзины товаров, чтобы более-менее адекватно оценить ситуацию на этом рынке. Обычно этих товаров десятки или сотни, ну, предположим, их должно быть сто. Сто товаров проанализировать не так и сложно, но, тем не менее, их нужно постоянно отслеживать. Конечно, можно сказать, что в этом смысле мы что-то не учтем. Да, что-то мы не учтем, но мы решаем проблему сложности. И когда принимается решение, какие товары включать, желательно, чтобы эта ошибка была не слишком большой. Конечно, в наших расчетах, на практических занятиях и сегодня, вот в лекции, я не буду в корзину включать там 100 товаров, а небольшое количество, там 3, 5, 10 товаров, чтобы показать принцип расчета. Теперь по поводу принципа расчета или метода расчета. Разные подходы существуют и выделяют три направления. Индекс цен Лас-Пейроса, это ученый-экономист. Индекс цен Паше, тоже ученый. И индекс цен, такой сводный, индекс Фишера. Давайте теперь посмотрим, как же вот эти методики реализуются. Итак, индекс цен Лас-Пейроса. Кто такой Лас-Пейрос? Это немецкий ученый, который в свое время предложил подход к расчету индексов, и в его честь этот индекс и называется, или скорее методика расчета индекса, индекс Лас-Пейроса. Вот, что он предложил. Формула расчета индекса Лас-Пейроса на первый взгляд кажется сложной. Но на самом деле в ней ничего такого сложного нет. А в этой формуле индекс 0 относится к базовому периоду. Напомню, базовый период это или год, если мы эти индексы считаем в годовом режиме или месяц. Но если мы в месячном режиме считаем, обычно принимаются как бы декабрь предыдущего года за базовый месяц. Может быть и другой какой-то вариант. А единица это какой-то анализируемый или расчетный период. Но идея здесь такая. Давайте посмотрим на эту формулу. Лас-Пейрос говорил так. Давайте мы посчитаем, например, на сколько процентов увеличились цены по сравнению с каким-нибудь базовым периодом. Давайте пример посмотрим. Вот у меня пример. Предположим, 2016 год мы возьмем за базовый год. Сами понимаете, этот пример я придумал, потому что Лас-Пейрос жил 100 лет назад, больше даже, чем 100 лет назад. Ну вот предположим, базовый период это 2016 год. А нас интересует, а в 2021 году какой индекс у нас в экономике? Или я поставлю задачу более сложную? А какая инфляция в экономике? Ну, тут используется информация микроэкономическая. Я вам говорил, что в корзину ТВР включается около 100 позиций. Предположим, около 100 позиций. Но мы с вами возьмем всего лишь 3 позиции. Ну и напишем тут что-нибудь такое. Шила, мыла, колбаса. Все, достаточно. И вот у нас какие цены. Давайте на цены посмотрим. В 2016 году, например, шила стоила 5 рублей за единицу. Мыла 7, колбаса 8. Ну, за что-нибудь. За штуку, за килограмм. А в 2021 году шила не изменилась в цене. 5 рублей. Мыла подешевела. Колбаса подорожала. И вот возникает вопрос. Так есть инфляция или нет инфляции? Если мы поставим вопрос конкретно, если инфляция, то есть рост цен на рынке шила, нет, было 5 рублей, осталось 5 рублей. А на рынке мыла? Мыла подешевела. Там никакой инфляции нет. Дефляция, падение цен. А на рынке колбасы было 8, а стало 10. Вот здесь инфляция есть. Но мы же в макроэкономике не можем анализировать конкретный товар. Их очень-очень много. А в целом есть инфляция или нет инфляции? Вот на основе этой информации Масперес и предложил усредненный расчет индекса. Что же все-таки с усредненным индексом происходит, если предположить, что в 2016 году он равен, например, 100%. У него основная идея была такая. Он предлагал взять за базу объемы продаж этих товаров в базовом году, извините за тавтологию, и посчитать, сколько эта корзина товара стоила в ценах 2016 года и сколько она же стоила в ценах 2021 года. Вот то, что в 2016 году мы поставим знаменатель, то, что в 2021 году – в числитель. А как бы объемы продаж этих товаров в 2021 году мы не учитывали. Давайте вернемся к формуле, посмотрим. Вот она формула. Видите, вот в знаменателе цена 2016 года – 0, и объем 2016 года. Это вполне конкретная величина. Можно точно определить, на какую сумму было произведено и продано товаров, вот этих товаров шиломалой колбасы. Здесь сумма будет треслагаемая будет в 2016 году. А в числителе некая абстракция. Количество товаров, произведенных и проданных, мы берем в 2016 года, а цены – в 2021 году. Если мы вот так оставим эту формулу, то мы получим индекс Лас-Пейераса. Если мы умножим на 100, то мы в процентах тогда получим. Давайте-ка вернемся к нашему примеру. И посмотрим, где наш индекс Лас-Пейераса. Я тут взял, немножко модернизировал файлик, который вы будете пользоваться на лабораторной работе. И вот что у меня получилось. Смотрите. Здесь мы посчитали объемы продаж базового года 2016 года в ценах этого же года. То есть компьютер перемножил цена на объем, цена на объем. Вот единичка, единичка первый год на первый год. И все. Просуммировал. Вот эта корзинка товаров стоит 119 рублей. Ну, если мы будем считать реальные цифры, то миллионы рублей, миллиарды рублей. А в 2021 году, конечно, мы можем считать, сколько корзины товаров реальная в 2021 году стоила в ценах 2021 года же. Компьютер перемножил вот второй год на второй год. Но нам вот это число не надо в методике Лас-Пейроса. В методике Лас-Пейроса нам надо именно объемы вот первого года, ну или базового года, иногда ноль тут ставят, на цены второго года. То есть вот здесь объемы учитываются 2016 года, а цены уже 2021 года. И у нас получилось 122 тысячи, или 122 рубля. Все. Потом берем эти 122 рубля в числитель, 119 в знаменатель, делим одно на другое, и скорее всего у нас получается 1,02, там 5-2 еще дальше идет. Если умножим на 100, у нас получится 102,52. Чего? Процента. Предполагая, что в 2016 году это число было 100% ровно. И если задаться вопросом, так есть инфляция в стране или нет инфляции в стране? Есть. Плюс 2,52%. Вот и все. Хотя, напомню, на рынке, где наши исходные данные, на рынке шила никакой инфляции нет, на рынке мыла дефляция, а на рынке колбасы инфляция. Я так понимаю, что вот эта инфляция на рынке третьего товара, она как бы перебила вот падение цен на рынке мыла. В среднем получилась инфляция 2,52%. Вернемся к нашей демонстрации. Второй ученый, Аши, не согласился с Лас-Пейросом и говорит, что в его методике есть методологическая ошибка. Он за базу принимает под чему-то объемы продаж базового периода. А может так случиться, что в 2021 году, то есть в периоде там один, каких-то товаров уже и не будет. И, следовательно, мы не можем определить цены этих товаров. И он предложил так. А давайте мы все-таки возьмем свеженькие товары, сегодняшние товары, то есть товары 2021 года и посчитаем в числителе, сколько эти товары в сумме, по объему, стоят в 2021 году. А в знаменателе возьмем этот же объем, эту же корзинку товаров 2021 года, но пересчитаем в старых ценах. Ну, я сразу вам скажу, что, конечно, в этой методике тоже есть проблема, потому что мы можем взять в корзине товаров современные товары, а потом, когда нужно будет посчитать, сколько этот новый товар стоил в старых ценах 2016 года, может оказаться, что в 2016 году мы этот товар тоже не производили, поэтому совершенно не факт, что Пааше прямо уж более надежную методику предложили. У него тоже есть проблемы. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что получится у нас с методикой Пааше, если на цифрах это посмотреть. Вот наши исходные данные. То есть мы ничего тут не меняем, но для расчета Пааше я предлагал брать за основу вот эти товары. Шило 8 единиц, мыло 6, а колбасы 7 единиц. И в числителе, и в знаменателе. И вот, что у нас получилось. Вот смотрите-ка. В 2016 году у нас ничего не поменялось. Мы 16-й год на цену 16-го года. Получилось те же 119 рублей. Но это число, 119 рублей, мы в методике Паше не используем. А что мы используем? В числитель мы ставим цены 21-го года, умноженные на объемы 21-го года. И вот эти цифры такие получились. Всего получилось 146 рублей. Это конкретное число. А в знаменателе будет нескольная абстракция. То есть мы берем объемы 21-го года, а цены старые 16-го года. То есть это число вот 138 рублей. Оно есть только на бумаге. В жизни его не было никогда. В жизни число 146 было. Но тем не менее мы базу какую-то определили. Мы зафиксировали объемы. В результате получился индекс 105,8. То есть по мнению Паше инфляция в стране 5,8%. Напомню, Паспейрос при этих данных говорит, что инфляция 2,52%. Так кто же прав? Инфляция это же какая-то абсолютная истина. В том-то и проблема, что не абсолютная. Какая инфляция в стране? А смотря по какой методике считать. Поэтому третий ученый Кстати, давайте посмотрим Паше. Он кто и где он жил? Паше это тоже немецкий ученый. Он жил чуть позднее в Аспейроса. Ну, примерно в одно и то же время. Так вот, по поводу третьего ученого. Третий ученый Фишер. Давайте сразу посмотрим, откуда он. Фишер это английский ученый. Он жил позднее. Лас-Паэреса и Паше. И он предложил усредненную методику. И вот этот индекс назван в его честь индекс Фишера. У него идея простая. Посчитайте по тем товарам, по которым можно индекс Лас-Паэреса. По тем товарам, по которым можно индекс Паше. И возьмите среднее. Но не среднее арифметическое, а среднее геометрическое. То есть произведение и корень квадратный. И что же у нас получается? Получается у нас вот как. Вот смотрите. Индекс Лас-Паэреса. 16-й год, естественно, 100. Паше 100. Фишера 100. А в 21-м году по Лас-Паэресу 102. 102.52, так как мы с вами говорили. Паше 105.8. А в среднем 104.15. Ну, при больших цифрах, конечно, может и среднее арифметическое быть на таком же уровне. То есть 102.52 плюс 105.8 делить на 2. Но вообще-то считается, что в таких случаях надо брать корень квадратный, среднее геометрическое. И вот по методике Фишера получается, что инфляция в нашей условной стране 4.15%. Так вот, когда делаются расчеты по инфляции, вообще-то и рекомендуется в конечном итоге считать по усредненной методике Фишера. Поэтому я иногда в шутку на лекции, может быть, вам предложу. Придумайте абсолютно правильную в кавычках методику расчета инфляции. Я думаю, сразу в Нобелевскую премию вам можно присуждать. Но пока до этого никто не додумался. Давайте мы вернемся к нашей презентации и посмотрим, что у нас еще. на основе индексов мы с вами считаем инфляцию. Но вы скажете, так мы же только что ее там определили, и так определили, и сяк определили. Но инфляцию тоже считают с точки зрения периодов. Почему? А вот выделяют так называемую текущую инфляцию, накопленную инфляцию и среднюю инфляцию за период. Среднегодовую, среднемесячную. Давайте посмотрим, как это все считается. Это несложно. Текущая инфляция. Она показывает, насколько изменяются цены на сколько процентов по сравнению с предыдущим периодом. Я здесь маленький пример вам придумал. Давайте мы на него посмотрим и разберемся. Вот, предположим, у нас такая информация. здесь я взял в качестве периода месяц. Предположим, декабрь предыдущего года. Это базовый какой-то период у нас. Давайте мы как-нибудь выделим его. Вот так. Если базовый и мы решили в процентах считать, то значит сто. Как бы все цены и шила и мыла колбаса сто стоят. Чего сто? Не важно, чего сто. В январе у нас по какой-то методике получилось 105, в феврале 107, это все к декабрю 113 и так далее. Но по какой методике, не важно по какой, предположим, уже по методике Фишера. Вопрос. А какая у нас будет текущая инфляция? Мы должны вот, например, в январе сказать, на сколько процентов цены в январе увеличились или изменились, если говорить корректнее, по сравнению с декабрю. В феврале по сравнению с январем, в марте по сравнению с февралем и так далее. Давайте к формуле вернемся. Вот формула, да? Например, инфляция текущая в апреле, это значит, мы должны взять индекс апрельский, вычесть индекс мартовский, делить на предыдущий индекс, то есть на мартовский. ну и если мы инфляцию в процентах обычно в процентах считаем, умножаем на 100. Вот и все. И что у нас получилось? А вот что у нас получилось? Вот такая инфляция. 5% в 1.9, 5.61 и так далее. Очень просто. Второй вид инфляции накопленная инфляция. Накопленная в самом слове говорится к чему-то мы это все добавляем, добавляем, добавляем. Обычно это к базовому периоду. Вот в нашем примере, если взять за основу месячные какие-то цифры, то мы все считаем в декабре, например, в апреле, на сколько процентов цены выросли в стране по сравнению с декабрём, в июне, на сколько выросли по сравнению с декабрём. То есть здесь мы читаем декабрьский индекс, он у нас 100, делим на декабрьский индекс на 100, но умножаем на 100%, чтобы вся инфляция была пересчитана в процентах. Что у нас получилось? Вот что? Вот очень просто. Накопленная инфляция в данном случае коррелирует напрямую с уровнем цен, если базовый уровень мы берём за 100%, тут 105 плюс 7 плюс 13 16 20 25 получается на 25% к концу первого полугодия у нас инфляция. И наконец третий вариант среднемесячная или средняя годовая инфляция. И вот тут есть проблемы. Там не так всё просто посчитать. Давайте возьмём пример такой и рассмотрим вот этот так называемый парадокс средней инфляции. Вот у нас пример. В январе что-то у нас стоит 200 рублей. Ну шило 200 рублей. А в марте через два месяца 300 рублей. Вопрос на сколько процентов в среднем за месяц дорожал этот товар? Ну мы конечно цифры эти можем использовать. За два месяца он у нас подорожал на 50%. Было 200 стало 300 300 минус 200 делим на то что было на 200 и умножаем на 100 50%. Вопрос так а в среднем за два месяца сколько? Ну вроде бы 50 делим на 2 получается 25%. Оказывается когда мы делаем проверку получается какая-то ерунда. То есть вот цена марта это мы берем цену января умножаем на коэффициент роста цен в феврале потом еще раз умножаем на коэффициент роста цен в марте а коэффициент роста если у нас мы предположили что среднемесячная инфляция 25% то есть на 25% увеличить число это домножить на повышающий коэффициент 1.25 мы умножаем два раза на 1.25 и получаем что-то неправильное 312.5 рублей а вообще-то должно быть 300 рублей следовательно так вот простенько считать инфляцию нельзя среднюю то есть взяли общее значение разделили количество периодов и все давайте посмотрим как это посчитать вот обозначим ежемесячный коэффициент роста ценка ну вот тот коэффициент который у нас 1.25 на самом деле там перебор какой-то произошел коэффициент роста среднемесячный не 1.25 меньше немножко и тогда мы 200 умножаем на коэффициент роста который произошел с января по февраль потом еще раз с февраля омар и в ответе в результате должно быть 300 ну маленькие преобразования делаем к квадрат получается и вот этот к коэффициент роста мы как определяем ну получается уже корень квадратный я специально написал 3-1 чтобы формула была понятна 3 это март 1 это январь то есть получается мы как бы два шага сделали 300 делим на 200 тут полтора корень квадратный из полтора получается 1 22 47 следовательно среднемесячная инфляция составляет 22,47% ну и проверку делаем ну я немножко там округлил там еще несколько знаков после четвертого было все сходится 300 рублей а вопрос а если бы в примере у нас было что это условное шило 300 рублей стоит не в марте а в апреле тогда что а у нас бы вот здесь в расчетах получилось что 200 надо умножить на k умножить на k еще раз умножить на k та же идея только корень уже был бы не второй степени а третьей степени и так далее именно поэтому если это все как бы свести в какую-то формулу получим следующее страшная формула вот какая где pj это индекс цен в конечном периоде например в июне а pj в начальном периоде например в декабре предыдущего года ну почему тут такое усложнение когда мы 22% определяли инфляцию среднемесячную мы от 1 22 47 как бы отняли единичку потом умножили на 100 поэтому формула так и выглядит вот давайте посмотрим что же в нашем примере получилось вот здесь я спрятал эту среднемесячную инфляцию я вот эту формулу туда загнал и что у нас получилось и вот такие значения в среднем с декабря по январь естественно 5% в среднем с декабря по февраль 3.44 и так далее в среднем с декабря по июнь 3.79 конечно если посмотреть на формулу вот здесь страшное дело но на самом деле не такое это и страшное дело вот кратенько по инфляции и мы с вами переходим к последнему вопросу инфлирования и дефлирования объемов цинального производства нам надо с вами различать номинальный и реальный ВВП я уже говорил когда мы рассматривали один из предыдущих вопросов что вообще-то надо оценивать не то на какую сумму например в текущем году мы произвели товары и услуг а на какую сумму в сопоставимых ценах чтобы убедиться есть у нас рост в экономике или нет роста в экономике поэтому люди при таких расчетах заранее договорились что как-то надо эти цифры очистить от инфляции и поэтому определили что есть понятие номинального ВВП а есть понятие реального ВВП номинальный ВВП например 21 года определяется в ценах 21 же года а реальный ВВП 21 года определяется в сопоставимых ценах например в ценах того периода который мы берем за базу например 16 года посмотрим у нас будет пример может быть там какие-то цифры я придумал другие давайте вот этот процесс инфлирования и дефлирования пока оставим в покое а посмотрим например а потом сюда вернемся вот наш пример вот представьте себе что у нас несколько лет есть и мы решили 16 год взять за базу у нас есть несколько лет до этого базового периода несколько лет после есть номинальный ВВП ну в скобках я написал в текущих ценах обычно это не пишут потому что если написано номинальный ВВП предполагается что он естественно на текущих ценах вот эти вот 500 миллионов естественно посчитаны в ценах 12 года 520 в ценах 520 в ценах 13 года и так далее а вот это индексы цен мы с вами индексы цен считали тоже вот 16 и 21 год но я здесь другие цены индексы какие-то взял но если мы взяли например 16 год за базу следовательно индекс цен 16 года и будет 100 чего 100% давайте будем предполагать что вот в этой условной экономике все-таки есть какая-то инфляция и вот эти индексы цен посчитанные там по методике Лас-Переса или по Аше или скорее всего Фишера они растут то есть инфляция есть где-то больше где-то меньше ну и будем предполагать что в предыдущие годы если посчитать по такой же методике эти индексы естественно были ниже 100% то есть условно говоря если в экономике у нас как бы один товар производится шило и он в 12-м году стоил 80 чего 80 рублей в 13-м году 83 рубля в 14-м 93 рубля ну и так далее да вот у нас есть инфляция так вот пересчет у нас происходит так ну давайте вот посмотрим как бы от базового года ближе к нам смотрите если в 16-м году в ценах 16-го года у нас ВВП был на 535 миллионов и реальный ВВП этого же года следовательно в ценах этого же года он же базовый естественно будет 535 а давайте 21-й год посмотрим вот в 21-м году в ценах 21-го года на ВВП или объем производства товаров и услуг в стране 560 миллионов вопрос вот если я просто посмотрю на это число и на это число у нас объем производства в экономике вырос ну да вырос было 535 а стало 560 но у нас же и инфляция была поэтому вполне возможно что реально хлеба колбасы шила мыла больше не стало просто из-за того что цены на них выросли и в денежной форме стало число больше поэтому надо как бы пересчитать так вот пересчет у нас происходит следующим образом вот давайте на это число посмотрим 462.8 как получилось мы должны очистить от инфляции у нас индекс цен в 21 году по сравнению с 16 121 процент то есть цены у нас выросли в 1,21 раза и поэтому чтобы номинальный ВВП пересчитать в реальный нам надо вот это число 560 разделить на 1,21 ну или если мы разделим на 121 так надо умножить на 100 у нас получилось вот это число 462.8 точно по такой же методике рассчитаны все цифры то есть мы чтобы вот это число посчитать вот в этой колонке мы должны цифры из этой колонки разделить на вот этот индекс умножить на 100 и только после этого мы можем сказать у нас рост есть в экономике или роста нет в экономике в данном случае пример я придумал конечно плохой вот давайте посмотрим с 16 года и далее реальный ВВП было 535 потом 535.6 чуть-чуть рост есть потом падение произошло еще раз падение еще раз падение потом маленький маленький рост потом еще раз падение вот эти цифры мы должны анализировать и принимать решение или делать вывод есть рост или нет роста как бы в жизни этих цифр не существует в жизни существуют вот эти цифры но использовать их для анализа динамики нельзя по причине того что в них заложена инфляция вот такая процедура и называется инфлирование и дефлирование давайте вернемся к теории вот посмотрите что такое инфлирование процесс инфлирования пересчет номинальных объемов национального производства в реальное в ценах более позднего базового периода кстати инфляция в переводе там с древнегреческого наверное точно не помню вздутие увеличиваем вздуваем цифры давайте еще раз например посмотрим где мы эти цифры вздуваем а мы их вздуваем вот здесь вот здесь вот видите вот эти цифры вот такие а здесь они вздутые пересчитаны как бы в ценах более позднего базового периода вот здесь у нас происходит процесс инфлирования а процесс дефлирования что такое это наоборот пересчет номинальных объемов национального производства в реальных ценных более раннего базового периода дефлирования сдуваем сжимаем цифры вот здесь у нас был процесс дефлирования вот эти цифры меньше вот этих цифр процесс дефлирования вот наверное и все что я вам хотел рассказать в этой теме нет еще не все формулу надо какую-то написать а вот эта формула хотя сами понимаете не в формулах дело а дело в принципе реальное ВВП мы считаем как номинальный делим на индекс положаем на 100 но наверное сейчас все успехов вам до свидания до свидания Продолжение следует...